Девушки отдыхают Но, по-моему, сегодня, как в том самом анекдоте, на призыв не выезжать в непогоду на улице, откликнулись только автомобили дорожных служб. Ну, это у нас уже как бы даже не анекдот, к сожалению. Все остальные выехали. Такая данность. Ну, что делать? Добрались как-то мы все до студии, тем не менее. Приступаем к работе. Представляем нашего гостя Юрия Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю, что последний раз вы у нас были в ноябре прошлого года, в начале ноября. Я как раз еще подумал сегодня, думаю, то ли время быстро идет, то ли КСП быстро работает. Потому что вроде недавно виделись, да? Да. Договаривались. Столько уже всего-то. В декабре встретятся в нашей студии накануне Нового года. Но вот работы у всех было много, не получилось. Встречаемся уже в наступившем 2018 году. Итак, список у нас беседы, вернее, повестка беседы уже сформирована. Да, мы поговорим, конечно, и о бюджете Кировской области, и о деятельности контрольно-счетной палаты по контролю за муниципальными унитарными и государственными унитарными предприятиями. О переселении из аварийного ветхого жилья по интернатам, по этим проверкам, которые были проведены. Ну и, конечно, начало года поговорим о планах работы. О планах на 2018. Ну, давайте начнем с бюджета. Мы, помните, в прошлом раз встречались еще только по 9 месяцам, говорили. Сейчас уже как-то есть готовый прошлого года и уже на нынешний пример. Ну, вы знаете, окончательно итоги исполнения бюджета мы подведем несколько позже, когда будет уже уточнена официальная статистика. И правительство официально нам представит для подготовки заключения утвержденный на заседании документ. Но о предварительных итогах можно говорить. И, что самое важное, бюджет 2017 года исполнен более успешно, чем годом ранее. Мы перевыполнили план по собственным доходам почти на 500 миллионов рублей. Причем по всем основным налогообразующим источникам, по налогу на прибыль, по НДФЛ. Ну и самое большое перевыполнение по акцизам на 173 миллиона рублей. Неналоговые доходы также перевыполнены. Акцизы, простите, это что? Акцизы, это топливо, это... Бензин, дизельное топливо, это алкогольная продукция, пиво. Там, где товары подакцизные. Неналоговые доходы также выросли на 105% из полутора миллиардов рублей. В смысле на 105%? Да, да, да. Выполнены на 105%. А, выполнены на 105, то есть плюс 5. Плюс 5. Понятно. А то, я думаю, вообще вдвое. Да нет, что вы. Ну хорошо было ведь. Да, из полутора миллиардов неналоговых доходов, 640 это плата за использование лесов. Причем подавляющее большинство средств это как раз аукционные деньги. 640 миллионов, да? Да, 640 миллионов. И вот в связи с этим область выполнила все обязательства, и прежде всего в социальной сфере нам удалось избежать по сравнению с прошлым годом, предыдущим годом, кредиторской задолженности. Ну и вот самое, на наш взгляд, важное. То есть, извините, не было роста задолженности, да? Вообще мы не допустили кредиторской задолженности по тем обязательствам, которые брал на себя бюджет. Но самое важное, на наш взгляд, заключается в том, что создана основа для стабильного исполнения бюджета текущего года. Ну вот в чем это выразилось? Правительству удалось, значит, остановить негативную тенденцию роста государственного долга, которая продолжалась последние 10 лет. Сегодня государственный долг находится почти на том же уровне, в пределах 26 миллиардов рублей, а собственные доходы, напомню, 28,7 миллиардов рублей. В составе государственного долга 53% составляют бюджетные кредиты, более дешевые. В среднем по Российской Федерации этот показатель составляет примерно 44%. То есть, мы находимся даже в более выгодном положении, чем другие субъекты Федерации. И бюджетные кредиты, конечно, позволяют сэкономить средства на обслуживание государственного долга. Одна десятая процента, а там 8-10, как заключали. Ну и, наконец, второе, то, что все-таки, так сказать, мы сумели провести реструктуризацию бюджетных кредитов. Подписаны соглашения, область их получила. У нас три бюджетных кредита на сумму где-то 15,6 миллиарда рублей, реструктуризация на 7 лет. И средства, то есть, на счета обслуживания в этом году состоится в пределах 5% от суммы, собственно, кредита. И эти деньги в бюджет 2018 года будут заложены, они уже заложены. И это даст еще дополнительную экономию на обслуживание государственного долга. То есть, порядка 800 тысяч, получается, да? Ну да. 5% от 15 миллионов. Да, да. На текущий год у нас несколько увеличились объем дотации федерального бюджета на уровне бюджетной обеспеченности. Ну, в пределах 10 миллиардов рублей. Поэтому параметры бюджета 2018 года, я напомню, это 47,5 миллиардов доходы и 46,7 миллиардов расходы, они вполне реальны и, собственно, выполнимы. Матвей Николаевич, вы говорите, увеличился объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это с чем связано? Там, насколько я понимаю, вот это, когда дотация рассчитывается, она рассчитывается из налогового потенциала региона, да? — Налоговый потенциал региона учитывается в методике, которая применяется при расчете, собственно, так сказать, уровня поддержки. — Я-то понимаю так, что обычно поддержка оказывается тем больше, чем у нас хуже, ну, условно говоря, да? То есть, если у нас выросла поддержка, значит, получается, что мы где-то что-то там похуже стали. — Ну, вы знаете, понятие «хуже», «лучше» — это очень условное, так сказать, понятие. Но не надо думать, что все у нас, так сказать, гладко и никаких проблем нет. У нас есть определенные риски, которые существуют, собственно, в каждом бюджетном периоде. Вот в 2018 году мы считаем, самым важным считается обеспечить рост собственных доходов выше планового уровня инфляции. Она, как вы знаете... — 4%. — 4%, да. Это даст нам возможность рассчитывать на продление реструктуризации до 29-го года. — Это сколько лет получится тогда уже? — Это еще... — К 7 годам? — Да. — Но больше 10 лет, да. Это больше 10 лет. — Да-да-да-да-да. Наконец... — А вот, извините, вот в этом году у нас, собственно, доходы выросли на 500 миллионов, да? — Да, от плановых. — Условно говоря, от плановых. Если в цифры перевести в этом году, на сколько мы должны вырасти, чтобы соответствовать? — Ну, вы знаете, это надо смотреть. Но вот если собственные доходы у нас запланированы 47,5, кстати, вот этот показатель роста выше 4%, он заложен уже в эту доходную базу. Ну... — Ну, то есть это реально? — Это реально. — Реально. Вот я хотел узнать именно цифру, чтобы спросить, насколько это реально. — А это совершенно реально. Наконец, в текущем году нам следует продолжать оптимизировать затраты, поскольку Федерация при расчете дотаций сегодня и финансовой поддержки переходит, так сказать, при определении объемов, переходит на модельный бюджет. То есть для каждого субъекта моделируется, ну, как бы оптимальный объем государственной бюджетной поддержки различных отраслей. Я, честно говоря, не видел вот модельный бюджет для Кировской области, но... — Это новинка? — Да, это новинка. — Впервые, да, применяется такая модель? — Да. Но могу предположить, что вот по отдельным отраслям все-таки у нас расходы могут, бюджетной поддержки могут отличаться. Например, сфера образования. Нас и раньше критиковали, но здесь есть объективные причины, потому что в связи с тем, что у нас плотность населения низкая, мы вынуждены держать вот такую затратную очень, так сказать, сферу, содержать сферу образования. Ну и так далее. До конца мы считаем нерешен вопрос эффективного использования средств, бюджета. Вот по ряду государственных программ у нас не обеспечено выполнение целевых показателей. — Это по 2017 году? — Это по 2017 году. Ряд государственных программ, собственно, так сказать, в рамках финансирования ряда государственных программ у нас не в полном объеме обеспечено использование выделений. — Выделенных федеральных денег. Ну, так, например, программа развития дорожного хозяйства. И эти деньги, так сказать, бюджет будет возвращать. — Наконец, итоги работы КСП в прошлом году, они говорят о том, что финансовых нарушений у нас не становится меньше. И по нашим предварительным оценкам, объем средств, которые потрачены без достижения результата, составляет примерно 500 миллионов рублей. — Ну и, наконец, самым слабым звеном в бюджетной системе Кировской области остаются муниципальные бюджеты. Подавляющее большинство муниципалитетов зависят от областной поддержки. При этом мы говорим о том, что долговая нагрузка очень существенная, хотя муниципальный долг по сравнению, допустим, с началом 2017 года у нас несколько сократился с 4,2 миллиардов до 3,9 миллиардов. Но сократился он за счет, прежде всего, сокращения объема бюджетных кредитов и сокращения объемов муниципальных гарантий. При этом внутри государственного долга произошло увеличение на 600 миллионов заимствований в кредитных организациях. И таким образом, конечно же, увеличиваются затраты на обслуживание этого долга. Претворительные итоги, кстати, по муниципалитетам показывают то, что в отдельных образованиях сформировалась просроченная кредиторская задолженность. То есть, вот все это дополнительным бремем ляжет на исполнение бюджета текущего года. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, потом еще уточним по муниципалитетам. Продолжаем наши беседы с Юрием Лаптевым, председателем контрольно-счетной палаты нашего региона. По муниципалитетам, да. Они становятся более закредитованы. Да. И причем более закредитованы именно в организациях коммерческих. Коммерческих, да. Коммерческий процент. Коммерческий процент. Я так понял, что общий долг снизился за счет того, что они рассчитались с бюджетом. То есть, бюджетное заимствование. Плюс уменьшились муниципальные гарантии, которые тоже в состав госдолга входят. А вот заимствование у банков... А заимствование увеличилось. В основном заимствуют ведь на что? На то, чтобы обеспечить софинансирование для участия в реализации проектов, государственных программ. Знаете, от этого никуда не деться. Но, в принципе, последующая бюджетная политика должна учитывать это обстоятельство. И муниципалитеты, наверное, должны двигаться также в том же направлении, как это сделала наша область в прошлом году. То есть, сократить... Сокращать государственный долг. Выйти на бездефицитные бюджеты. Ну, может быть, поэтапно, но просто жизнь заставляет сегодня этим заниматься. Это все... Других источников нет. Все муниципальные образования в такой ситуации находятся? Нет, конечно. Может быть, есть передовики, так называемые. Самый большой муниципальный долг сформировался в городе Кирове, конечно же. Ну, город Киров такой, город довольно богатый, есть ощущение, что он может и рассчитаться. Как-то вот если говорить о наших муниципалитетах, о районных центрах, где практически нет источников собственных доходов, там же хуже. Да, да. Но это уже сфера полномочий и городской контрольно-счетной палаты. Ну, да, понятно. Там тоже ведь в муниципалитетах свои контрольно-счетная комиссия. Конечно. Вот, они должны за этим как-то наблюдать, и свои рекомендации тоже высказывают. Мы анализируем ситуацию только потому, что все-таки подавляющее большинство бюджетов, они зависят от областного бюджета. В некоторых муниципальных образованиях трансферты из области превышают 70%. 70%? Да, потому что собственная налоговая база, ну, фактически, так сказать, нет. Фактически отсутствует, да, это есть. А можно я еще немножко пораньше вернусь? Вы там сказали, когда про лесные доходы, 640 миллионов, да, по-моему, прозвучала цифра. Это что значит? Мы навели элементарный порядок в лесной отрасли? Ну, сложно мне оценивать, так сказать, наведен или ненаведен порядок. Значит, но это 640 миллионов, это доходы от использования леса. И, ну, основная часть в этих доходах, это как раз аукционные деньги. Аукционные. Рост на сколько процентов по сравнению с 16? Ну, нет таких данных. Пока, да, пока таких данных нет, потому что, честно говоря, мы же ведь оперируем очень предварительными. Окончательного нет пока еще, официально утвержденного бюджета нет за прошлый год, да? Да, 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 да. Поэтому пока трудно сказать. Но это уже видно, что не миллиард, если ты это имел в виду. Потому что речь шла про миллиард. Ну, видимо, дальше будем переходить к муниципальным унитарным предприятиям. Мы уже как бы заговорили про муниципалитеты, и тут прямо автоматически, да, постится уже и слово МУП, такое загадочное. Вы знаете, вот последняя коллегия прошлого года, 28 декабря, 28 декабря была посвящена как раз оценке результатов проверки использования бюджетных средств и имущества МУПами и государственными нашими унитарными предприятиями. То, что касается деятельности МУПов. Надо сказать, что вот финансовое и экономическое положение этих учреждений с момента последней проверки КСП, она проводилась в 2013 году, существенно ухудшилась. Мы фиксируем высокий износ имущества, имущественного фонда. Ну, и темпы обновления, конечно, крайне низкие. Вот я буквально несколько цифр приведу. Общая балансовая стоимость имущества сегодня муниципального – миллиард двести, а остаточная стоимость – двести двадцать один миллион рублей. Большинство… Это мы имеем в виду весь регион, все МУПы. Да, 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 это обобщенные данные по всем МУПам. У нас их всего 141, но большинство МУПов задействованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, более 60%. И здесь на результаты финансово-хозяйственной деятельности оказывает государственное тарифное регулирование, опережающий рост цен, энергии, материалов над ростом тарифов, а также наличие задолженности населения по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Вторая группа предприятий – это те, кто задействован в транспортном обслуживании населения. Их 15% от общего количества. А здесь, опять же, негативное влияние оказывает недобросовестная конкуренция. Наличие частных переводчиков, которые, понятно, устанавливают свои цены и, понятно, работают, как правило, на рентабельных маршрутах. Третья часть муниципальных учреждений работает с прибылью. А если говорить о бюджетной поддержке, то буквально за три года последних эта поддержка составила 560 миллионов рублей. Это за три года? За три года. Это компенсация как раз убытков, которые возникают в связи с пересмотром платы за коммунальные услуги, в связи с возмещением затрат на топливо и так далее. А общая сумма поступлений за этот период от всех мупов в бюджеты, это поступление от части прибыли, составила 10,5 миллионов рублей. Всего-то? Да. И она в пять раз ниже, чем то, что было в 2013, предположим, году. Когда была предыдущая проверка? Да, когда была предыдущая проверка. Огромная кредиторская задолженность на начало 2017 года, а данных на начало этого года пока нет, она была полтора миллиарда рублей и на 420 миллионов превышала задолженность дебиторскую. Конечно, ситуация очень непростая. Мы не можем сегодня отказаться от этой правовой формы, поскольку большинство муниципальных учреждений, они как раз задействованы в сфере социальной, ЖКХ, транспортных услуг. И понятно, что вот их деятельность, она, собственно, необходима для обеспечения жизнедеятельности населения, маленьких населенных пунктов. Она носит социально значимый характер. При этом, я скажу, что МУПы являются и крупнейшим работодателем в некоторых районах. Общая численность работающих в МУПах составляет более 5000 человек. Но, как мы и заявили на коллегии, это ни в коем мере не оправдывает огромное количество нарушений, которые восстановила проверка. То есть мало того, что они еще убыточные, они еще и с нарушениями работают. Да, более 5000. Причем каждое пятое нарушение носит финансовый характер. А общая их сумма составляет где-то порядка 212 миллионов рублей. Поэтому, значит, наши выводы, конечно, очень суровые. 110 представлений было внесено руководителям. 7 административных и 4 уголовных дела. И вы, наверное, видите, наблюдаете сообщения в прессе о том, что по ряду руководителей есть серьезные последствия. Это и уголовное наказание в том числе. А самый распространенный недочет Юрия Николаевича? Если говорить о финансовых нарушениях, финансового плана, да. Вы знаете, это незаконное премирование, например. А то, что они еще и премируются. Когда руководитель сам себе... То есть вы говорите, что там большинство организаций планово убыточные, но без премии не живут, получается. Ну, вот так происходит. К сожалению, и мы здесь стоим на страже. Эффективного, экономного использования. Ну, вот то, что мы уже слышали все прекрасно, у Калининского района себе премию руководитель выписал. Но это не МУП все-таки уже. Нет, не МУП. Это ООО. Вы знаете, да, это ООО. Но вот самое печальное, что это не единичный случай. И я хочу, кстати, подчеркнуть, что уровень заработной платы там очень невысокий. Там средняя зарплата руководителей порядка 30... Не превышает 30 тысяч, а у рядовых сотрудников она существенно, конечно же, меньше. Ну, в принципе, в районах вообще уровень-то гораздо ниже, чем в городе Кирове. Но, еще раз подчеркиваю, это не оправдывает те нарушения, которые были вскрыты. Самое важное, значит, ну, вот что дальше, собственно говоря. Да, собственно, что с этим делать? Да, мы рекомендовали правительству все-таки продолжить поиск путей изменения ситуации. Причем нужны меры системного характера. И там, где, допустим, есть инвесторы, там, где есть еще, так сказать, ликвидное имущество, там вполне возможна форма конституционных соглашений. То, что сегодня прорабатывается, например, в городе Кирове и по ряду других крупных, так сказать, прежде всего городских, так сказать, поселений. Мы рекомендовали более внимательно к этим вопросам относиться отраслевым министерствам и участвовать в этом процессе. Министерству строительства, министерству жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Ну и самое важное, вывод, то, что без мер бюджетной поддержки нам не обойтись. Они должны присутствовать, но выделенные бюджетные деньги должны тратиться все-таки более эффективно. Это вот коротко то, что касается МУПов. А государственные унитарные? То, что касается государственных унитарных. Они гораздо реже говорят у нас, но их меньше. Да, картинка здесь несколько лучше. У нас их всего 24, КГУПа. По сравнению с 2013 годом их количество сократилось почти на 14. Это естественный процесс? Сокращение тут ничего такого? Да, это естественный процесс. Это процесс оптимизации бюджетных затрат прежде всего. Ну вот скажу, что три предприятия сегодня находятся в процессе реорганизации. В целом, все КГУПы демонстрируют, в общем-то, положительный финансовый результат. Но при этом мы говорим, что 87% из них, они все-таки работают с низкой рентабельностью. Это менее 5%. А в 2017 году КГУПы даже увеличили объем чистой прибыли в областной бюджет, значит, более чем на 180 миллионов рублей. За что их, кто их так и сильно испугал? Ну, а в 2016 году, например, было 25 миллионов. Разница существенная. Это произошло потому, что... Это разница образы получается, да? Да, потому что правительство увеличило коэффициент отчисления чистой прибыли. Он был 50, значит, а в этом году 70. Это первый. И второй основной рост произошел за счет показателей вят автодора. Ну, мы глубоко не разбирались в причинах, так сказать, откуда у вят автодора такие большие деньги. Ну, собственно, это, может быть, и не надо делать. Но то, что кредиторская задолженность там присутствует, и на начало 2017 года она составляла более 1 миллиарда рублей, это, конечно же, тревожный факт. И то, что имущество имеет износ 54%, это, собственно, тоже говорит о том, что здесь надо правительству серьезно работать, надо увеличивать рентабельность, надо, значит, увеличивать контроль и за законным, и за эффективным использованием тех денег, которые, собственно, мы направляем в эти предприятия. Вот вы говорите, кредиторка там больше миллиарда, вы не анализировали, откуда они такую получили? Ну, вы знаете, ведь направления деятельности очень разные у Кагубов. Это облкоммунсервис, который работает сегодня в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. И здесь кредиторка сформировалась, вы сами понимаете, из-за того, что есть долги по оплате услуг. Ну, и так далее. То есть здесь, и мы не ставили такой целью, такой целью, так сказать, вот детально там разобраться. Важно то, что есть кредиторка, важно то, что в этом направлении надо работать. Ясно, у нас время подошло рекламы. Для рекламы, да. Да, для рекламы. Юрий Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области, в нашей студии. Мы продолжим нашу беседу после истечения полутора минут. С Юрием Лаптевым мы сегодня беседуем в «Морской понедельнике». Председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. Вот поговорили о бюджете региональном, о проверках КСП в отношении МУПов и КГУПов. Мы сейчас, видимо, переходим уже к сфере переселения из аварийного жилья. Это, по-моему, совсем недавно такую проверку вы делали. Тоже держите тут руку на пульсе. И хотелось бы узнать, кто же итоги этой деятельности. Тема-то такая довольно-таки горячая. Вы знаете, дело в том, что сегодня подведение итогов, выполнение самой программы, оно прошло на достаточно высоких уровнях. Но мы-то оцениваем эффективность денег, которые вложены в эту программу. Ну, прежде всего, хочу сказать о том, что программа, установленная сроком в Кировской области, не выполнена. В смысле? Ну, в смысле, мы не обеспечили полный объем финансирования этой программы. На начало этого года, значит, финансовые ресурсы, заложенный объем финансирования в программе, выполнен на 75%. Почему это произошло? Ну, прежде всего потому, что у нас... Так сказать, это... Ну, это фактически бюджетные деньги. Значит, причины две мы считаем. Первое, то, что у нас не выполнены установленные сроки мероприятия в четырех муниципальных образованиях. Это Сосновское городское, Вятскополянское городское, в Куменском и Ореческом районе. Но Куменский и Ореческий район, там все понятно, потому что деньги они получили 23-го аж октября, это деньги, которые были сэкономлены в ходе торгов. Кроме того, в программу были включены 17 муниципальных образований, в которых расселение предполагалось провести граждан за счет внебюджетных источников. Сумма где-то 940 миллионов рублей. А при этом природа самих источников, сами источники определены не были. И поэтому освоение вот в этом компоненте у нас составило всего 160 миллионов рублей. Второй момент, который, собственно, повлиял на оценку эффективности использования денег, это то, что у нас были установлены достаточно большие нарушения процедуры формирования программы. Включение домов в состав аварийных. Ряд обязательных требований, собственно, не были выполнены. Например, отсутствие заключений специализированной организации. Например, включение домов, так сказать, позже установленного срока. А срок, вы знаете, от течения был 1 января 2012 года. Это говорит о том, что министерством осуществлялся все-таки слабый контроль за формированием программы. Что у нас хромает... А министерство строительства? Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства, которое в то время администрировало программу. Это говорит о том, что у нас все-таки низкая правовая дисциплина. Вот у нас все-таки вот эта небрежность, так сказать, она присутствует. Но все это формирует и риски, собственно, финансовых потерь. Потому что по условиям соглашениям невыполнение тех или иных условий может повлечь, значит, возврат денег в фонд капитального ремонта. Хотя, надо сказать, что фонд сегодня еще и вообще в истории реализации правов, фонд ни разу не заявлял о возврате этих средств. Ну, они заявляли-то, заявляли, но возврата не было, насколько я помню. Там такие были типа угрозы, что, ребят, если в этом плохо будет себя вести, мы потребуем. Заберем. Не забирали, вроде бы, да? Да, достаточно много нарушений было установлено, опять же, в вопросе закупок. Это и неправомерное продление существующих условий контрактов, изменений. Это нарушение обязательств подрядчиков, которые, ну, сопровождались, нарушил что-то, да? А при этом претензий муниципалитет не предъявлял. Ну, вот на 4,5 миллиона рублей пении, так сказать, не были предъявлены. Это дробление закупок и другие. Ну, мы говорим о том, что нарушался и принцип эффективности использования бюджетных денег. И всего, вот, по нашим оценкам, значит, использование бюджетных средств без достижения результата, именно так мы характеризуем неэффективное использование денег, оценено было в 216 миллионов рублей. Надо сказать, что много замечаний заказчики фиксировали по качеству работ. И особенно, и мы в том числе, и особенно там, где жилье покупалось на вторичном рынке. И мы еще раз, вот, так сказать, высказываем свою позицию, что от этого надо уходить, отказываться. Гораздо эффективнее все-таки строить жилье. Эта позиция была нами сформулирована по итогам проверки приобретения жилья для детей-сирот, когда на вторичном рынке приобреталось абсолютно непригодное для проживания жилье. И, собственно говоря, и здесь то же самое происходило по отдельным муниципальным образованиям. Поэтому, вот, мы считаем, что, конечно, сегодня правительству надо как можно быстрее завершить выполнение мероприятий по программам, по этим вот четырем муниципальным образованиям, разобраться с внебюджетными источниками финансирования. Это вот, которые не были определены? 960 миллионов? Да. Да. Они же в программе. Мне просто не очень интересно, когда прописывается вот это внебюджетное финансирование, но все равно должно же быть понятно, что это может быть. Это инвестор. Понятно. То есть инвестор... Это инвесторы. И они должны быть определены. Но в программе, когда она формировалась, конкретно инвесторы определены не было. Была просто определена сумма в 940 миллионов рублей. А будут они, не будут? На карта ляжет, да? Может быть так. Ну и, наконец, все-таки устранить те нарушения, которые, так сказать, отмечены контрольно-счетной палатой. Тем более, что на этот год уже ясно область получит дополнительно 814... Не дополнительно, а получит 814 миллионов рублей на продолжение реализации... То есть программа будет продолжаться? Да. Программы переселения из ветхого жиле. Так. Ну да. Идем дальше. Несколько минут у нас остается. То есть получается так, что вот если бы еще весь внутренний ресурс активизировать, да, нарушений создавать меньше, то программу-то можно было бы выполнить, в принципе. Вы понимаете, ну, наверное, так. Наверное, так. А еще одно. Все-таки, понимаете, надо уходить от рисков. Рисков, которые возникают, так сказать, в ходе исполнения этой программы. Рисков потерь бюджета. А здесь они, ну, на мой взгляд, были довольно существенные. Ну что, интернаты для пожилых людей? А них тоже, давайте. Вы знаете, вот первый отчет, который в этом году мной был утвержден, это как раз отчет о результатах проверки использования средств и имущества, которые бюджет направляет на содержание и работу домов-интернатов для престарелок. Надо сказать, что эта тема для нас тоже не новая. Мы в 2013 году такую проверку проводили, и нарушений было выявлено достаточно много. Этими и объясняется то, что в прошлом году, значит, тема была снова поставлена в проверку КСП. Всего у нас в области 13 домов-интернатов для престарелых, и за два года их количество, надо сказать, уменьшилось на два, но при этом увеличилось на 160 мест количество койко-мест, и сократилась очередь. А вот, так сказать, в дома-интернаты для престарелых очереди практически сегодня нет, как показали результаты оценки. В течение трех лет, которые находились у нас в проверке, областной бюджет направил на эти цели 2 миллиарда 700 миллионов рублей. То есть сумма очень приличная. И в целом, как бы характеризуя результаты проверки, хочу сказать, что, конечно, нарушений допущено существенно все-таки меньше, что нас искренне порадовало. Но тем не менее, в связи с тем, что сумма хоть и существенная, она все равно не обеспечила полностью потребности домов-интернатов. У нас и в 2016 году, и по итогам 2017 года здесь сформировалась кредиторская задолженность. Значит, какие недостатки мы отмечали? Это неэффективное использование имущества. Часть имущественного комплекса, значит, не используется, к сожалению. И мер к тому, чтобы задействовать это, не принимается эффективно. А что это, например, оборудование какое-то есть, которое не используется? Помещение. Часть помещения, которое можно там просто оборудовать, когда что-то используется. Да, да, да. Вот такие недостатки, такие претензии мы предъявили и Чепецкое, и, так сказать, маломужеским домам-интернатам. Нарушение законодательства о закупках – это стало уже традиционным нарушением. Оно присутствует, собственно говоря, в любой нашей проверке. Нарушение бухгалтерского учета, факты несоблюдения норм питания, которые по-прежнему, так сказать, мы скрыли. Ну и еще один вопрос, который не смогли ни министерство до конца довести, ни правительство – это решить вопрос по судьбе вымороченного имущества. То есть у нас сегодня на счетах скопилось 28 миллионов рублей средств умерших граждан. И мы не знаем, как с ними поступить, потому что, кстати, и Федерация в этом виновата, потому что механизм зачисления их в федеральный бюджет не определен. Интересная история. Ну вот эта проверка показала нам, кстати, то, что мы двигаемся совершенно в правильном направлении. Когда ставим в проверку, значит, те вопросы, которые проверялись там 3-4 года назад, это все-таки позволяет сравнивать, видеть, как идет. Да и, собственно, и руководители держат в определенном финансовом тонусе. Министерство социального развития, да, вы упомянули? Оно занимается контролем? Да, 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 да. Оно администрирует эту программу. Что, пара минут, Юрий Николаевич, планы на 2018-е наступившие? Возможно, тоже какие-то инновации в работе КСП ожидаются? Мы этот год начали с проверок. Естественно, первая проверка, она касается программы развития культуры. На эти цели область ежегодно выделяет порядка 700 миллионов рублей. Деньги небольшие, если говорить о том состоянии сферы культуры, в котором она сегодня находится, особенно материальной базы. Они, как правило, тонким слоем размазываются по всем муниципальным образованиям. И предварительные итоги наших оценок говорят, что нарушений здесь достаточно много. В составе этой проверки мы оценим использование средств, выделенных на строительство детского космического центра. Эта сумма составляет 389 миллионов рублей. Строительство завершено, но пуск еще не состоялся. И до последнего года существовали риски неосвоения тех федеральных средств, которые, собственно, были выделены под честное слово, будем так говорить, губернатора. Вторая проверка, которая уже начата и идет полным ходом, это финансирование мероприятий по пожарной безопасности. Деньги здесь небольшие, 160 миллионов ежегодно. Но вопросы с имуществом большие. Их имущественный комплекс состоит из 114 объектов. А это что за объекты? Это пожарные депо, это транспорт машины. Но предварительные итоги уже говорят о том, что, конечно, он находится в печальном состоянии. И сегодня важно посмотреть, насколько целесообразно такой имущественный комплекс держать. В ходе этой проверки мы также оценим результат создания системы 112. Единая служба. Да, да, единая служба. Ну и две проверки совместно со счетной палатой Российской Федерации. Без нее мы сегодня никуда. Там что будет? А там мы проверим моногорода. Сумма очень приличная. Там все серьезные деньги, да. Да. И тем более, что у нас есть факт неосвоения этих денег по лузе. Ну и также будет проведена оценка и анализ расходов на финансирование и материальное обеспечение мировых судей. Решение о создании мировых судей, вы помните, принималось федеральным центром. А финансирование все переложено на областной бюджет. Ну что, работы много? Да. Успехов вам. Будем ждать результатов этих проверок, потому что очень тема интересная. И думаю, много кого касается. Спасибо, Юрий Лапцев, председатель контрольной счетной палаты Кировской области. На этом у нас сейчас небольшая пауза. Я имею в виду в программе «Дневной разворот». Далее новости и тематические программы. И мы вернемся уже через 20 минут.